Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Вооруженные силы России полностью освободили Авдеевку. Наш боец из Карачаева Черкесии, позывной Сармат, в прямом эфире федерального канала подробнее рассказал об освобождении Авдеевки. Вот обнимаю брата своего, Сармат, позывной, доброволец из Карачаева Черкесии, штурмник интербригады «Пятнашка», который участвовал в составе интербригады в штурме юго-восточной части Авдеевки. Давайте он сам сейчас расскажет. Сармат, расскажи, как сложно же было? Было тяжело, сложно, но мы блиндаж за блиндажом потихоньку укреплялись, зачищали, брали пленных, продвигались все глубь-глубь, и пацаны наши не подвели, все нормально. Много пленных было, скажи? Ну, да, достаточно. Сдаются, да, все больше и больше сдаваться? Накануне на международной выставке в форуме «Россия» день был посвящен системе образования, где Карачаева Черкесия стала активной участницей. На площадке экспозиции для гостей была подготовлена программа с различными мастер-классами, которые провели наши талантливые преподаватели. Выставка макетов сельхозтехники, учебников и учебных пособий на родных языках народов Карачаева Черкесии, викторины о туристических достопримечательностях региона. Посетители с большим удовольствием шили, лепили, рисовали, мастерили подарочные наборы для участников СВО и давали интервью юным журналистам студии школьного телевидения республики. Почетным гостем стенда Карачаева Черкесии стал министр просвещения России Сергей Кравцов. Он оценил подарочные наборы для участников специальной военной операции, которые мастерили дети и взрослые посетители экспозиции республики своими руками. В ближайшее время подарки с пожеланиями и личными принадлежностями отправляются бойцам из Карачаевой Черкесии, сказал глава республики Рашид Тимрезов. Из Карачаевой Черкесии в зону специальной военной операции отправилась очередная партия грузоподдержки по поручению главы республики Рашида Тимрезова. Было собрано все, что ранее запросили наши военнослужащие для обеспечения большей безопасности от атаки дронов. Сборы и отправка грузов участникам СВО, находящимся в новых российских регионах, проходят на регулярной основе. Участие в акциях принимают все неравнодушные жители Карачаева Черкесии. Данная, так скажем, акция проходит у нас в рамках работы единого штаба, который у нас при главе. Сегодня все, что отправляется в зону специальной военной операции, было закуплено на средства, которые были собраны в рамках акции «Копилка Победы», в которой принимали участие жители нашей республики. Хочется отдельное спасибо сказать тем, кто на регулярной основе оказывает помощь нашим военнослужащим. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаевой Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 3 плюс 2 в горах до 9 градусов мороза, а днём до плюс 6. И местами минус 4 плюс 1. На дорогах гололедится. В Черкесии небольшие осадки, дождь и мокрый снег, ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0, минус 2, днём 2, 4, выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. В центральной мечети Узжигуты прошёл районный конкурс на лучшее исполнение Азана. В состязании приняли участие 50 человек из разных населённых пунктов Узжигутинского района. Члены жюри оценивали не только талант исполнения, но и правильное произношение слов на арабском языке. За ходом конкурса наблюдал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Азан является одним из важнейших атрибутов ислама. Пять раз в день Азан призывает правоверных мусульман к обязательной молитве. От лица муфтия Карачаева-Черкесии Исмаила Хаджибердиева всех участников конкурса поприветствовал кадир республики Мурат Пехаджил Айпанов. Он подчеркнул, что все победители районных этапов примут участие уже в общереспубликанском конкурсе на лучшее исполнение Азана. В Дягутинском районе решили провести, так скажем, первую ласточку этого конкурса. Потом этот же конкурс будет проводиться и в других районах нашей республики. И, конечно, уже будет проводиться республиканский конкурс черцов Азана. Это уже, иншаллах, я думаю, к концу года в республиканском центре города Черкесии. Мы все прекрасно знаем, что Азан является неотъемлемой частью, неотъемлемой частью богослужения у мусульман. Это является суммой пророком Мухаммада, алиэссаду ассалам. Конкурс проходил в двух возрастных категориях, до 14 лет и старше. Представители жюри с особым вниманием оценивали участников, обращая внимание не только на красивое исполнение Азана, но и на соблюдение правил произношения арабских слов. Каждому из нас необходимо уметь правильно воспроизводить Азан. Ему уверены, что такие конкурсы позволят проявить свои способности, отмечают участники. У меня больше чувств было, когда я видел молодых ребят, наших братьев, с одеждой. На спине написано «Школа хафизов». Я больше обрадовался детям, которые пришли сюда, дедушкам в каракулевых папахах. Это больше меня обрадовало. А перед тем, как выступить, я обрадовался тому, что со старой джигуты, откуда я родом, все тот же самый Азан, который я хотел сказать, на эту мелодию говорили. А так мандража никакого не было. В итоге победителем возрастной категории старше 14 лет стал житель у джигуты Нюрислам Башиев. Кади Карачаева-Черкесий Мурат Бехаджи Лайпана вручил почетную грамоту и денежный приз победителю. В первую очередь я благодарен своим преподавателям, которые обучили меня правильному исполнению Азана, подчеркнул победитель конкурса. Также свои таланты в исполнении Азана продемонстрировали самые юные участники конкурса. В итоге возрастной категории до 14 лет победу одержал Камиль Джанкёзов. Всех победителей призеров отметили грамотами и денежными призами. Алихан Лепшоков, Миха Каракелян, Вести Карачаева-Черкесия, Усть-Джигута. Его называют «золотой кий Карачаева-Черкесии». Бильярдист из Карачаевска Борис Чагилов вернулся с очередной победой с первенства России среди ветеранов. Соревнования проходили в Симферополе. Умение видеть наперед, просчитывать действия соперника, только быстрые удары и слаженные действия и большой опыт позволили выиграть нашему именитому игроку. Алла Качиева подробнее. Он увлекся этой игрой еще мальчишкой. Первый бильярдный стол и кий учкуланский школьник Борис Чагилов смастерил своими руками. А шары, вытащенные из шины старой сельхозтехники, были, естественно, железными. Прошли годы. Детское увлечение Бориса Хасановича переросло в профессиональный спорт международного уровня. Бильярд укрепляет нервную систему, глазомер, воспитание, во-первых, молодым людям дает. За профессиональным бильярдным столом Борис Чагилов уже более 50 лет. Он мастер спорта международного класса и шестикратный чемпион России. Свой профессионализм житель Карачаевска доказал в очередной раз на проходившем открытом первенстве среди ветеранов по русскому бильярду в Симферополе «Золотая лига». Организаторам мероприятия удалось собрать максимально конкурентный состав. За победу боролись сразу несколько мастеров спорта международного класса. Главный приз достался нашей республике. Борис Чагилов стал победителем, выиграв у действующего чемпиона мира Гурама Бабуладзе. Но на достигнутом он не собирается останавливаться. Борис Хасанович считает, что бильярдный спорт позволяет вырабатывать четкость и правильную координацию движений. Выдержку, способность быстро принимать решения развивает в глаза мир и терпение, дисциплину, находчивость и целеустремленность. Здесь немистая эмоция. 70 лет играю и до сих пор мне дают стимул жизни. Я каждый день играю без бильярда не могу. В течение часа примерно вокруг стола километра 3-4 дает человек. Некоторым больным даже прописывает бильярд, чтобы ходить там, выканывать туда-сюда. Борис Чагилов не только сам профессионально играет в бильярд, а учит любимому делу и подрастающие поколения. Кстати, его сын также занимается этим увлекательным видом спорта и не раз становился чемпионом. Дуплет – это удар, когда шар подкатывается к борту, отскакивает от него и затем попадает в лузу. Именно так назвал Борис Хасанович клуб в Карачаевске, в котором тренируются десятки детей. Регулярно Борис Чагилов и его единомышленники организовывают турниры и в Карачаево-Черкесии. Много чего можно сказать о нем. Очень хороший человек, порядочный, всегда с уважением, относится к своим коллегам. А также, начиная с малых детей, он совсем не доходит общий язык. Поздравляю вас, Борис Хасанович. Желаю вам счастья, мира, добра и, конечно, нашего сказкого долголетия. Алла Качиев, Ахмат Чучаев, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Анна Медиум». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!